Создание популярного и доходного частного музея – дело непростое. Проект под названием «Живая история» – это удачный образец грамотно организованного музейного дела. Пример того, как уживаются творчество и бизнес, того, как минус, можно обратить в плюс. Идея создания интерактивного музея исторической направленности у семьи Царёвых возникла давно. Однако у них не существовало собственного помещения, в котором можно было бы воссоздать атмосферу разных исторических эпох. Выход из положения был найден. Так в музее «Живая история» появилось несколько арендованных площадок, где его организаторам удалось воплотить самые смелые замыслы. У нашего музея на данный момент четыре площадки. Ну, соответственно, начиналось всё с одной, с первой площадки – это в гостином дворе. А потом постепенно мы открывали новые площадки. Каждая площадка посвящена своей теме, своей истории, потому что каждая площадка охватывает какую-то определенную эпоху или какие-то определенные страны или народы. У нас есть Древняя Русь – это вот как раз в гостином дворе. Есть средневековая Европа – это здесь. Есть Древний Египет. Есть еще средневековая Япония. Мы проводим, на самом деле, экскурсионно-познавательные программы, и они интерактивные. Мы работаем с детьми в возрасте от 8 до 13 лет. То есть это начальная и средняя школа. Наши гости собирают группу и приводят детей к нам на программу. И дети не только узнают о какой-то конкретной эпохе или о каких-то конкретных народах и об их жизни в определенные времена, но и пробуют поделать то, что делали те люди, которые жили в те времена и в тех странах. Вообще сам дом называется «Старый гостиный двор». А можете по названию догадаться, для кого построили гостиный двор? Ну как? По названию. Для коней. Ну понятно, не для коней. Так еще какие варианты? Для коней. А? Для туристов. Нет. Ну по названию, ребят. Гостиный двор. Для кого построили гостиный двор? Для гостей. Для гостей, конечно, ребят. А вот гостями в старину называли не туристов и не тех людей, которые приходят к вам домой чайку попить, а называли гостями купцов, которые приезжали к нам из других городов или из других стран. Купцы это кто такие? Это богачи. Ну а чем они занимаются, эти богачи? Они ловят рыбу, устреляют послугу. Нет, мой хороший, нет. Они рыбу, конечно, может и ловят, но вообще это не их основное. Вот как? Подавцы. Точно. Это люди, продавцы. Купцы, это продавцы. Вот когда они приезжали к нам в Москву из других городов или из других стран, если у них не было здесь своего дома, чтобы пожить, они здесь могли остановиться. Здесь была гостиница. Здесь же они свои товары продавали. Где мы с вами сейчас стоим? Здесь находились лавочки, так раньше называли магазин. И на первом этаже, откуда вы сейчас поднялись, там находились склады. Ну там товары хранились. И вот это здание, ребят, очень старое, ему уже 200 лет. Все вещи, ставшие экспонатами площадки «Древняя Русь», музей «Живая история», а это более 5000 предметов, были найдены во время археологических раскопок при реконструкции здания гостиного двора. Гостиный двор – это торговое место. Здесь издавна шла торговля. И до того, как построили гостиный двор, вот это само здание, до этого здесь тоже стояли гостиные дворы. И вот у нас здесь витрина как раз связанная с торговлей. Поэтому здесь у нас есть и московские копеечки, чешуйки, серебряные денежки, которыми достаточно долго пользовались в Москве. Есть очень редкая монета – золотой дукат, австрийский. Вообще на Руси пользовались в основном серебряными деньгами, поэтому золотые монеты здесь находят очень редко. Вот была найдена такая золотая монета, вот тоже у нас здесь имеется. Еще интересный экспонат, немногие знают, но достаточно долгое время в ходу были ракушки Каори вместо денег. Вот они здесь тоже у нас в витрине представлены. Есть ракушки Каори. Ну и в этой же витрине у нас есть экспонаты, которые говорят о том, чем торговали, в общем-то, здесь в Москве, в частности, на нашем Хрустальном переулке. Это вот различные посуды, сосуды. Удивительно современные кувшины, вот стоит обломок, да, стеклянный сосуд. В общем-то, даже можно спутать с сосудами 70-х годов уже прошлого столетия. О некоторых необычных сосудах стоит рассказать отдельно. Вот это знаменитые барашки-рукомои. А вот сделанный по тому же принципу сосуд, позволяющий наливать напитки сразу в несколько чашек. А это сосуд для изготовления топленого молока. В его нижней части находились угли. Под их жаром в верхней части томилось молоко. Ну, здесь у нас разные горшки и кувшины, которыми пользовались в старинном Москве. Каждый из них по-своему интересный, но я про все сегодня все-таки рассказывать не буду. Расскажу про четыре самых интересных. Слева стоит огромный горшок. Он называется корчага. В корчагах хранили крупу и муку. А еще, ребята, эти корчаги использовали в качестве холодильников. Зарывали в землю почти по самое горлышко. Но вы, ребята, большие, наверное, уже знаете, что летом под землей прохладнее, чем на воздухе, да? Да. Вот, и за счет этого продукты в корчагах дольше оставались свежими. Ну, конечно, не так, как в холодильниках современных, но все-таки намного лучше, чем на жаре. Теперь самый крохотный кувшинчик стоит. Это для лекарств кувшинчик медицинский. Справа от корчаги полосатенький, на мумию похож. Видите, да? Это древний термос. Полосочки – это береста, кора березы. А береста обладает свойством хорошо держать температуру. Поэтому, если туда что-то горячее наливали, дольше оставалось горячим, как в термосе. Ну, ребята, рядом со мной стоит кувшин, бежевый, с черным бочком и узким горлышком. Вот такой кувшин называется кубышка. И в кубышках хранили не продукты, а деньги. Дома ставили кубышку на полочку и денежки туда складывали. Если было нужно что-то купить, то кубышку брали, из горлышка деньги высыпали, шли на рынок и покупали. Вот если приближалась какая-нибудь опасность или враги, или война какая-нибудь, тогда кубышку срочно брали где-нибудь в лесу или в огороде, закапывали. Но вы же понимаете, что война – дело очень опасное, да? У людей потом не всегда получалось вернуться за своим добром. Мало ли что на войне может случиться. Вот эти кубышки оставались лежать земли, всеми забытые. Поэтому и находят теперь люди такие вот кубышки, и в них клады монет. На первый взгляд кажется, что некоторые сосуды сделаны из металла. На самом деле они глиняные. В Древней Руси металлические изделия стоили очень дорого. Поэтому глиняным сосудам нередко специально придавали металлический блеск при помощи особой технологии обжига вместе с еловыми и сосновыми ветками. Ну а глину москвичи тоже с удовольствием использовали. Например, при изготовлении изразцов для облицовки печей. На выставочной площадке гостиного двора представлены московские изразцы разных времен. От самых древних, сделанных из красной глины, до самых последних, выполненных по образцу голландской плитки. Здесь у нас все, чем пользовались хозяйки на кухне. Слева стоит большая палка, называется она мутовка. Мутовкой размешивали еду, когда готовили. Справа от мутовки большая чугунная сковорода. Но, как мы видим, дизайн за столетия не изменился. Если что-то было очень удачно изобретено, то сохраняется на века форма. Рядом со сковородой предмет, похожий на маленькую сковородочку с ручкой, это прянишница. Мне делали печатные пряники. Закладывали туда сырое тесто, ставили в печку. И когда доставали, оказывалось, что рисунок на прянике отпечатался. Дальше у нас ножи и вилки. Вилки в старину все были двузубые. И на стене висят осветительные приборы, которые называются свитцы. В них вставлялись свечки или лучинки. Ну, лучины, деревянные палочки, которыми освещали дом. Свечки стоили очень дорого, поэтому у людей победнее не было возможности освещать дом свечами. Зажигали вот такие вот палочки. Сгорает лучина очень быстро, где-то 3-4 минуты горит такая палочка. И вот в старину существовала работа для маленьких детей, которым лет по 5-6. Им давали целую кучу этих лучин и сажали на весь вечер лучины менять. То есть с такой работой уже ребенок не баловаться, не как-то играть уже не имел возможности. Кстати, непослушание в Древней Руси строго наказывалось. А вот как именно в музее «Живая история» может узнать любой школьник. Сначала современным детям кажется, что простоять, например, полчаса на коленках на горохе несложно. Тем не менее, продержаться хотя бы более 5 минут никому из школьников не удается. Здесь у нас игрушки, в которые играли маленькие москвичи. Поскольку пластмассу люди тогда еще не изобрели, детям приходилось играть или в глиняные, или в деревянные игрушки. У нас здесь много глиняных есть медведей, лошадки, барашки, человечек. Это все московская игрушка. В отличие от нарядной дымковской игрушки, она практически не расписана. В углу у нас стоит кожаная толпа шестовой игрушки, коза. Вот такую козу надевали на длинную палку, на шест. И с ней по ярбаркам ходили скоморохи, давали представления. Иногда и вместе с дрессированным медведем. Это был первый цирк на Руси, заодно и первый кукольный театр. Ну и на подставочке наверху у нас лежат кости для игры в бабки. Сейчас игра уже забытая, в нее никто не играет. А в древности играли так, брали кости крупных животных, внутрь заливали тяжелый металл, свинец, расставляли все это на земле, и с расстояния бросали большую палку или большую кость, кто больше собьет. По принципу похоже на игру в городки. И витрина, посвященная досугу более взрослых москвичей, шашки, шахматы. Москвичи всегда любили играть и в шашки, и в шахматы. Играли в них и богатые люди, и бедные. Известно, что и царь Иван Грозный очень любил шахматы играть. Собственно, в летописях отмечено, что за игрой в шахматы он скончался. И с другой стороны, строители Кремля тоже играли в шахматы. При раскопках были найдены шахматные доски, вырезанные прямо на тех камнях, из которых Кремль строили. В углу у нас лежат остренькие палочки, которые называются писала. В общем-то, грамотность в древности на Руси была очень распространена. Писалами на бересте москвичи царапали свои послания. В музее «Живая история» уже современные юные москвичи могут попробовать старинные способы письма. Больше всего детям нравится писать настоящими гусиными перьями. Правда, после этой интерактивно-образовательной части экскурсии очень тяжело похвастаться чистотой рук. Здесь у нас сапожное ремесло. Слева лежат недошитые сапоги и башмаки. Маленькие они, потому что детские, а во-вторых, еще в земле полежали и усохли. Внизу два предмета, похожие на тапочки, на самом деле тоже недошитые сапоги. Люди в старину тапок не носили, в чем по улице ходили, в том же самом и дома. Не переобувались никогда. На белой подставке это инструменты сапожника, шила и ножи. Вот эти два предмета стоят, похожие на деревянные башмаки. Это колодки, на них обувь шили. Ну и справа лежат лапти. Деревенские носили в основном лапти, городские, конечно, старались ходить в кожаной обуви. Наверху висят два сапога. Сапоги эти детские, годика на три, на четыре. И один из них когда-то был на высоком каблуке. Люди в старину еще не знали, что малышам вредно носить высокие каблуки. И что было модно у взрослых, такое же самое шили детям, только маленького размера. При этом носили высокие каблуки не только женщины, но и мужчины. Мужские каблуки иногда были намного выше женских. Так что вот и не знаем, это мальчик ходил или девочка в этом сапоге. Знаем только, что ребенку ходить было неудобно. Он ходил все время каблуком задевал по земле. И каблучок у него стесался. И на стене стоит у нас женский сапог. В голенище сапога сделано две дырки. У этих дырок цель не декоративная, а утилитарная. При помощи этих дырок было удобно сапог натягивать на ногу. А эта витрина посвящена кузнечному ремеслу. Здесь представлены инструменты кузнеца. Клещи разных размеров, молоты и наковальни. А вот и сами изделия кузнечного искусства. В основном это замки и ключи всевозможных форм и размеров. Интересно, что древнерусские ключи выглядели как закорючки. Они давно вышли из обихода. Ключи же более традиционных форм пришли в нашу страну из Европы. Здесь у нас витрина, посвященная ювелирному мастерству. Очень интересные экспонаты у нас в этой части витрины расположены. Обломки стеклянных браслетов, которые очень любили носить москвички. Цветное стекло было очень популярно. Но так как это очень хрупкий материал, находят в основном только обломки этих браслетов. Целых практически не найдено. Очень интересный экспонат вставка камея, сделанная из сердолика. Она лежит у нас под увеличительным стеклом. Но даже под увеличительным стеклом это очень мелкая работа. Но на фотографии очень хорошо видно, какой красивый профиль там вырезан. С этой стороны у нас кресты, в том числе очень древние кресты-энклопионы. Они появились раньше, чем появились нательные. Кресты вначале у нас носили только вот такие энклопионы. Кресты с секретиком, они раскладываются. Внутрь помещались кусочки святых мощей. Считалось, что такие кресты обладают чудодейственной силой. Внизу у нас литийный комплекс ювелирный. Ювелиры работали, расплавляли вот в таких вот сосудах металл. И потом заливали формы. Тоже они у нас здесь все представлены. Женская тема обширно представлена на площадке «Древняя Русь» в гостином дворе. В витринах можно увидеть наперстки, булавки, иголки, пуговицы, ножницы и кружева, которые свидетельствуют о мастерстве девушек. А представленные в музее бюсты реконструкции позволяют судить о том, как же выглядели русские красавицы. Давайте подумаем, у русской красавицы лицо какого цвета должно быть? Румяного. Вот она будет вся красная, как помидор, что ли, ходить такая. Румянница. Нет, вот у нас ценитель женской красоты белого, правильно. Раньше считали, что девушка должна быть белая. Раньше считали, что если девушка белая, значит она богатая и грязной работой не занималась. Поэтому модницы брали белило и мазали себе лицо в белый цвет, чтобы было белое, прям как стенка. А? Что такое? Беленькая, я люблю фигула. Щечки красные, конечно, потому что если она вся будет белая, то это страшно тоже. Как привидение, да, что это такое уходит? Рисовали себе щечки красные, причем не всегда круги, ребят, а иногда рисовали ромбики, иногда сеточку рисовали. А вот брови, наверное, многие из вас видели, как мамы щипчиками подщипывают, да, коррекцию бровей делают. А в старину наоборот, считалось модным, когда брови густые, черные, и желательно, чтобы здесь на переносице срослись. Но поскольку не всем так повезло, чтобы здесь брови-то росли, брали черную краску, себе прямо от носа вот такие брови рисовали. Такие модницы ходили, но даже это еще не все было. У нас в Москве была такая мода зубы чернить. Наши московские женщины говорили, что белые зубы бывают только у негров и у зверей. Они говорили, мы же не негры, мы же не звери, значит зубы должны быть черные. Брали специальный краситель, себе все зубы закрашивали. Так что, представляете, какая красотка, какие красотки ходили, да, идут все, такая ловица, такая краснощекая, чернобровая, как улыбнется зубы все черные. Как мальчишки, вам не ест у себя такое на будущее? Нет, не хотите? Нет. Вам повезло, что мода изменилась. Мужская тема представлена витриной под названием «Военное дело». Здесь интересно все до мелочей. Наконечники от стрел по форме, похожие на рыб. Кожный колчан, перешитый из сапога. Пулелейка, с помощью которой русские солдаты могли собственноручно отливать пули. Кольчуга, шлем – это то, что составляло главную защиту русского воина. Внизу в кубе тоже лежит кольчуга, только не отреставрированная. В таком виде находят их археологи в земле. Потом в специальном растворе их отмывают и начинают выглядеть так, как была когда-то первоначально. В этой же витрине у нас находится меч. Этот меч очень древний и очень редкий. Мечу 600 лет, меч 14 века. Нашли его под завалами сгоревшей избы. То есть он побывал и в войне, и в пожаре. Остался лежать в горящем доме. Это как раз в те времена, когда на нас нападали татаро-монголы. Бревнами горящими его завалило. Только через несколько столетий ученые смогли его откопать. Он весь такой черный, дырявый, потому что обгорел сильно. Но на самом деле до сих пор очень прочный, очень хороший меч. Меч редкий он, потому что до того, как его нашли, в Москве находили только обломки от мечей. А этот меч первым был найден целым, вот в таком хорошем состоянии. Шар на длинной рукояти у нас висит в углу. Это булаван. Рядом с наконечником от копья висит предмет, похожий на черный щит с дыркой сбоку. Это нагрудный панцирь, кираса. Только носили ее не русские воины, а польские. Но это уже свидетельница польского пребывания в Москве. Площадка музея «Живая история» в гостином дворе, пожалуй, самая классическая из всех. Экспонаты здесь находятся под стеклом. Экскурсии имеют традиционный вид. Большое внимание уделяется образовательным программам. А интересно, что же творится на других площадках музея. Из одного исторического здания Москвы гостиного двора мы переместились на другую площадку музея «Живая история». Раньше этот особняк принадлежал роду Толстых. После революции здесь находились коммунальные квартиры. А в 2011 году в это здание переехал легендарный ДК Гайдаровец. Сегодня в подвальном помещении Дома культуры находится настоящий рыцарский замок. В средневековом рыцарском замке нет стеклянных витрин. Взяв в руки экспонаты музея, можно ощутить себя путешественником во времени. Здесь становится понятным выбор названия для музея «Живая история». На этой площадке можно отметить детский день рождения, Новый год, масленицу, побывать на интерактивных программах. Я вас не случайно подвел к камину. Дело в том, что в средневековье вся жизнь в замке сосредотачивается вокруг камина. Камин – это самое главное место в замке. Дело в том, что замки строились из камня, и поэтому в замках было прохладно. Камин должен был гореть постоянно. Днем, ночью, летом, зимой слуги все время таскают дрова, чтобы камин вообще никогда не погас. Можно сказать, что камин – это сердце замка. Около камина происходит вся жизнь в замке. Ну, например, вечером могут поставить кресло поближе к камину, садятся в них, протягивают ноги, греются, ведут светские беседы, может быть, вино попивают. Вот так вот время проводят. Дело в том, ребят, что в средневековье по вечерам заняться особенно нечем. Поэтому только остаешься, что сесть около камина и всякие новости друг другу рассказывать. Около камина ребят также спят. На ночь подвигают кровать поближе к камину, чтобы было теплее, и ложатся по передам с камином. А иногда просто отхапку соломы вот так вот бросают рядом с камином, прямо на эту соломую ложатся. Интересно, ребят, то, что в средневековье на ночь по традиции закрываются толстыми тяжелыми одеялами. Вот мы с вами сегодня приметесь спать под легкими одеялами, правда? А вот в средневековье спят с такими толстыми, массивными, тяжелыми одеялами. Считается, что если накрыться таким одеялом, то лучше выспишься, лучше отдохнешь, и будешь лучше себя на следующий день чувствовать. Но никогда не накрываются одеялом с головой. Считается, что если накрыться одеялом с головой, то можно во сне задохнуться и уберечь. Все люди этого боятся, поэтому голову всегда оставляют снаружи. А на голову надевают ночной колпачок. И вот так смешно выглядит. Голова снаружи и в ночном колпачке. Это как бы новый формат, в котором дети или другие посетители музея не просто смотрят экспонаты и витрины, а пробуют поучаствовать в каких-то действиях, которые предлагает данный музей. Ну и поэтому мы просто включились в эту же работу, в которую уже начинали делать другие музеи. Но, в общем-то, наш музей стоит тоже в истоках всей этой работы, которая началась в Москве. Но в Европе и в других странах это давно все уже работает. Поэтому это не наша идея. Ну, допустим, здесь на рыцарской программе у нас дети пробуют и пострелять из лука, и постражаться на мячах, и пробуют потанцевать средневековые танцы, и в игры поиграть в средневековые. Ну, то есть это не просто экскурс в историю, хотя и большую часть наших программ занимает экскурсионная часть. Всегда все действие сопровождается обязательно пояснениями, как это было в истории, как это было в тех странах или народах, о которых мы рассказываем. Как вы думаете, на что это похоже? На тарелки. Правильно, это и есть средневековые тарелки. Вот так вот делали, вынимали слева в середину, оставалась такая корочка с бортиком, прямо сюда накладывали пищу. От этой пищи тарелка пропитывалась жиром и соком. Сначала съедали все, что внутри тарелки, а потом съедали и саму тарелку. И посуду мыть не надо, представляете? Кстати, я говорю, очень вкусно, скажу вам. Но люди побогаче, они такие тарелки сами не съедают. Они их обычно сдавали своим слугам, те их выносили за ворота замка и раздавали в бедняках. А бедняки уже часто ждали, когда они вынесут такие тарелочки после первого господа. И бедняки даже с этого и говорили, ну что-то сегодня у господа не задался, сегодня такие тарелочки не очень. Вот вчера были тарелочки, вот это да. Ребят, даже похлебки наливали в такие хлебные тарелочки. Посмотрите, у меня есть специальная тарелочка, такая для похлебочки, видите? Очень вкусно вам скажут, да, из хлеба. И крышечка даже есть, представляете? Ребят, а еще знаете, как тарелки делали? Прямо в столе вынимали часть древесины, и получалось углубление. Прямо туда накладывали пищу, прямо из стола кушали. Потом остатки пищи выгребали, вот так водой стол сполоснут, и снова садились кушать. А в замках держали собак, после пира господ собак загоняли на стол, собаки доедали все, что не доели люди, потом собак сгоняли, и снова люди садились. Представляете, какая-нибудь санитария была? Представленные на этой площадке экспонаты, в отличие от раритетных предметов, из гостиного двора, это вещи, стилизованные под эпоху. Однако каждый из этих предметов выполнен согласно историческим описаниям с большой точностью и достоверностью. Ребятки, лук – это страшное оружие. Даже этот лук бьет примерно на 200 метров, стрела летит. А средневековые рыцарские луки могли послать стрелу на расстоянии до 400 метров, представляете? Поэтому, ребят, без взрослых луком пользоваться категорически нельзя, ни в коем случае. Ну, давайте лук пока повесим сюда. Давайте я вам теперь щит покажу. Вот у меня есть такой щит, ребят. Это настоящий боевой щит. Так называемый нормандский щит. Вот как шлем нормандский, так и щит нормандский. Он треугольной формы, сделан он из дерева. По краю он отделан кожей, а иногда щит еще отделывали по краю металлом. Тогда щит становился тяжелее, но можно было им еще и удары наносить. А это легкий щит. С другой стороны, есть мягкая подкладка для руки и лянки, за которые щит брать. Когда воин брал щит и садился на коня, то воин был полностью закрыт щитом, оставалось только голова. Голова-то в шлеме, правильно? Не было поводья от лошади, а в правой руке либо меч, либо копье. Еще такая лянка, чтобы можно было щит забросить за спину. Тогда руки оставались свободными, можно было что-то в руки еще и взять. Музей «Живая история» успешно функционирует на разных площадках города Москвы уже около пяти лет. Он постоянно растет и развивается. В планах организаторов создание новых интерактивных программ. Идей очень много. Уже сейчас к выходу готовится программа по таким эпохам, как каменный и 18 века. Однако своей первой очередной задачей супруги Царевы считают открытие музея «Живая история» в собственном здании.